МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадио компании Гомерю, студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Выники первого квартала. Показчики социально-экономичного развития региона разглядели на посадженне Аблвы-Канкама. Головная увага – бяспецы. Протягивается месячник бяспеки працы у будовничай сферы. Семинары, тренинги и майстры-классы. По областным центры стартовал осветницкий проект «Музейная академия». Подары кров выратуют чистый свет. У Гомеля в поддержку безвыплатного донорства выступил гурт «Нави-бэнд». А зараза в гэтым меньшим больше подробязна. На сегодняшнем посадженне Гомельского Аблвы-Канкама подвели выники социально-экономичного развития региона в первом квартале года. Ей он оказался поспеховым. Практично все основные опоказчики перевыконаны. Со станом справ у экономицы ознайомились наши корреспонденты. Первый квартал для экономики любого региона обадает самый складанный, а ледношесовый и самый показальный. Если темпы развития задовольняющие, то можно сподеваться на их заховании в дальнейшем. Но это не выключение необходимости распросовки додатковых мер по полепшению ситуации. В приватности разговора идет об скорочении колькости стратных предприемств, больше активным процедуров ткований, не занятых в экономице грамадян, росте номинальной зарплаты. Беда и самая проблемная галена – сельская господарка. Прошен тыржится гэта не только Гомельской в области, а и Беларуси в целом. Пока шаг региона крыху больше, как 99% до плану. Особная увага по величению объемов экспорта, будовничных, медицинских и туристичных послуг. Тут еще есть резервы, хоть и досягнение значное. Темп роста экспорта товаров составил 107,6%, при доведенном параметре – 103%. Темп роста экспорта услуг составил 105,6%, при доведенном задании – 101%. Определенное развитие получила предпринимательская деятельность. За три месяца создано 178 юридических лиц, новых юридических лиц. Что тыжится наполнению бюджету, тут так само есть подставы для оптимизма. Выники первого квартала – первоконание запланованных показчиков и плюс 35 миллионов рублей у правонания заповедным летошним периодом. И такая лишьба – больше 65% бюджетных расходов на кирована в социальную сферу. В целом все неплохо. Я считаю, что область достойно смотрится на карте Республики Беларусь. Это в очередной раз подтверждает, что гомельчане в этих непростых условиях умеют работать. И кадры очень профессионально к этому относятся органы власти и занимаются и демонстрируют хорошие показатели в этих, еще раз повторюсь, непростых экономических условиях. Поэтому можно сказать только огромное спасибо людям, населению, как говорят о нас, полишукам нашим гомельским, за то, что они вносят достойный вклад в развитие экономики страны. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель». Еще пять студентов высшейших навучальных установ Гомельской области сегодня отримали стипендии облавы Канкама. Их уручают с 2005 года. Среди стипендията у премии за достигнение высоких показчиков у интеллектуальной и громадской деятельности – студенты старейших курсов ВНУ. Дипломанты международных и республиканских конференций – активные отделники науково-доследствия и громадской деятельности. У некоторых из них уже есть науковые публикации, а выники их доследований укороняются в учебный процесс. Что тычется по меру премии, то все лето я насклала 40 базовых величин. Я очень разносторонний человек, и на данный момент я веду молодежный парламент при районном совете депутатов в своем городе. Но я планирую еще поступать в магистратуру, чтобы развивать свои навыки. Также я училась 2 недели в Академии при президенте. Я думаю, что меня ждет светлое будущее, если я буду идти в правильном направлении. На Гомельщине протягивается месячник безопасности и працы в будущее сферы. Я гумэта не только выявить недохопы, а и допомогать их ликвидовать. У одним из рейдов, разом с представниками профсоюза, упринял удел и наш корреспондент Олег Сенсеров. Наверное, самое первое, об чем думает обычный человек, когда ему кажутся, что будучи плясовцы без парадок. Управленные ступени гэта соправды так идеального парадку нема нигде, але деля справедливости не подназначить. С каждым годом порушений становится меньше. Наведение парадку на будучи объектах – питание, якому традиционно надается великая увага, як будучи организациями, так и проверяющими органами, от Держбутнагляду до МНС и Минприроды. Специалисты запевнивают парадок на будовлю, кажа по высокой культуре и творчестве, а до какой залежит не только створение беспечных умов працы, але и якость побудованного жилья. На жаль, назвать объект, где у проверяющих не возникает пытание у нильга. У гэтом годе из трех несчастных выпадков у будовничной сферы Гомской в области два отбелись повиненные мальников. Нехто поспробовал сэкономить на часовых сбудованиях, некто на спецадзенне. Далее наявности у проверяющих в уголе шмат пытаннел. Покупка дешевой спецодежды порой оборачивается обратной стороной. То есть спецодежда не выдерживает тех своих заданных параметров и быстро изнашивается. Вот сегодня вы сейчас увидели, что штукатура в одной выдержала куртка, брюки не выдержала. Немаловажно сейчас это износ бытовых помещений, которые составляют процентов 80, уже не обновлялись. Еще одно порушение, которое часто означает, проверяющие работники не проходят медицинский гляд перед початком працы. Правда, на этот раз все оказалось в парадку. Начальник участка 185-го бодовничного управления Дмитрий Балиндрусь не только демонструя алкотестер, а и заполнивая, что этот прибор выкористовывается что день. Предсменный контроль на предмет опьянения или остаточного производится ежедневно, согласно перечня работ, которые имеют повышенную опасность. Работы на высоте, работы с механизмами, работы башенных кранов, стропальщики. Результаты заносятся в журнал с указанием профессии, с указанием показаний приборов. И в течение дня возможен выборочный контроль. Месячник без пеки працы в бодовничной сфере протягнется до 15 мая. До этого часа профсоюзные инспекторы працы наведают все бодовничные плясовки, причем максимум и не одно. Задача не только вывезть недохопы, а и помогать их ликвидовать. Мы проанализируем те нарушения, которые будут выявлены в ходе месячника безопасности. И одно из таких направлений, которые уже сегодня мы видим, это с теми мастерами, с теми инженерами по охране труда, которые имеют недостаточный стаж работы. И где мы видим нарушения, мы рекомендуем провести внеплановую проверку знаний. И, соответственно, мы организуем семинар по повышению их квалификации и обучению. Олег Сентяров, Игорь Маришенко, телерадио «Компания Гомель». Завтра в Гомельской области пройдут памятные мероприемства, промеркованные до 33-й годовины аварий на Чарнобыльской АЭС. Митинги-реквиемы за складанием вянков и кветок отбудутся в Брагине, Хойниках и Нароле. У Вецы и Добруши до Мясовы Жихароу долучатся активисты Гомельского областного отделения Белорусского фонда «Миру». Разом с представниками этой организации удел у акции «Житие после Чарнобыля» примут так само члены БРСМ, навученцы 27-й школы «Миру» и Гомельского кадетского училища. У Чачерском районе доброчинную акцию проведет областное объединение профсоюзов. А про дело у жалобным митингу представники профсоюзов наведают мясовые объекты социальной инфраструктуры и окажутся допомогу во узмацнении их материально-технічной базы. Сегодня у Гомеля почала работу «Музейная академия». Это совместный проект Фонду «Культурная спадщина» и сучасность Белорусского комитета Международного совета музеев, Берлинского агентства «Традиция» и Йота института в Минску. Удельниками интерактивной программы стали 16 самых инициативных музейных супрацовников из всей Беларуси. Их чекают с тренингей и практичные семинары, які будуть проводяться у областных и районных центрах країны з уделом белорусских и немецких экспертов. Перші уроки музейной академії пройшли сьогодні у Палаці Румянцевых і Паскевичау. Новочинцы музейной академії отбиралися на конкурсной основе. Организаторам подалише 10 заявок на удел. Самые активные и метанокерованные отримали шанс стать яшча більш компетентными у музейной справе. Академія разом со своими вучнями буде вандровать по розних районах країны. Як лишить организаторы проекта, минавито региональным музейным и выставочным пляцовкам, потребуется підтримка у выбору стратегии развития. Музейная академія – это своего рода двусторонний проект между Германией и Беларусью, который подразумевает собой повышение квалификации музейных сотрудников. В больших городах достаточно вот этой инфраструктуры культурной, чего не хватает нашим региональным городам. Поэтому мы хотели стартовать с нашей академией именно не в Минске, а во втором по величине городе Комеле. Музеи выполняют важную излучальную функцию по междеечшим мимостатства и громадянской супольностью. Таким чином супрацовники музея повинны быть сподкованными во усих сферах своей деянности. Капостью нагу с часом необходимо обмениваться досвидом с коллегами у тем лику замежными. Музейная академия призвана стать платформой для такого диалогу. Наша главная цель – включить наших участников, чтобы они рассказывали о своих опытах, чтобы мы обменяли о разных актуальных вопросах в музеологии и в музейном ландшафте. Конечно, мы как историки, как музейщики хотим предлагать какую-то информацию, но оставить просто документацию мы уже не можем. Это не только неинтересно ни молодежи, ни кому уже. Поэтому надо привлечь или включить свой ставку мультибедийные средства. Значит, средства коммуникации, которые уже нормальные для молодых людей. Расклад занятка у музейной академии расписаны доснежные. Тренинги и практичные семинары будут проводиться по четырех основных темах. Музей культура памяти, музейный маркетинг и туризм, концептование и дизайн выставы, музейная коммуникация. Запланована так сама четырехденная поездка наученцев академии у Германию. Белорусские специалисты наведуют немецкие музеи и обменяются в опытом со своими замежными коллегами. После закончения курса удельники музейной академии отримают сертификаты и сами смогут проводить научальные тренинги. Евгения Кухаронак, Настасья Кучинская, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». Концерт «Нави-бэнду» по отримку безвыплатного донорства «Криви» пройшел напереды дни у Гомеле. Выступление отбылось в рамках тура по краине под девизом «Подары кров, выратую честь и свет». С подробностями Евгения Кухаронак. Проекту «Подтримку доброохотного донорского руху» инициировали Министерство ховыздоровья Республики Беларусь, Служба «Криви» и Беларуський шарованный крыш. Подтримали его так само и в Министерстве адукации. Концертный тур с гуртом «Нави-бэнду» сгаднили и организовали литерально за некольки месяцев. Где-то около двух месяцев назад у нас в центре возникла идея провести концертный тур с известным исполнителем белорусским в поддержку добровольного безвозмездного донорства. И довольно быстро на это предложение откликнулись именно ребята из «Нави-бэнд», поддержали эту идею, сами побывали у нас в центре, Артем стал донором. То есть отклик был получен довольно быстро и мы смогли организовать тур по всем областным центрам республики в довольно краткие сроки. А подрыхтовцы проекта створили видеоролик, его демонстровали всем, кто пришел на концерт. Глядачам так само пропоновали записаться в донацию. У специалистов можно было доведаться про все нюансы сдачи донорской крови и стать удельником агульной доброй справы под девизом «Подаруй кров, выратуй чистый свет». Мы хотим сказать спасибо вообще всей этой истории, в которую мы ввязались и нас пригласили поддержать безвозмездное донорство. Самое важное, ребята, понимать, что благодаря всем этим концертам, если кто-то из вас пойдет дальше и сдаст кровь, то мы можем кого-то спасти, чью-то жизнь, кому-то помочь. Поэтому очень здорово, что в наших концертах есть какой-то посыл. В 2060 году с Усветной организацией «Аховы здоровья» приудели сотни экспертов, распроцована глобальная стратегия по достигнению целиком безвыплатного и доброохотного донорства крови до 2020 года. Сегодня стопроцентно мета достигнута у 62 краинах света. Беларусь по кульнию выходит у их лик, однако находится на шляху до этого. Однажды просит все, за луку уезжает, пояс, на который я не хотел садиться, он нам оставит ту самую надежду, чтобы не пришлось лишиться. Евгений Кухаронок, Евгений Макинка, телерадуя компания «Гомель». Лик дозволенных мест для купания у Беларуси все лето поменьшится, поведомили у АСВОД. Конкретную колькость специалисты по куль назвать не могут, а ли в минулом ходе в Украине их было открыто 456. У местах, где купание заборонено, усталевываются специальные информационные стенды и таблички. Отказность за свое житие у таких местах купальщики несут сами. Разом с тем створаются патрульные группы. Запрушения и не только правила купания будут штрафовать. Купальный сезон у Беларуси официйно открытся 1 мая. Это и так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте. В интернете по адресу www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. По всей Беларуси горят леса и торфяники. За сутки ликвидировано 87 пожаров. Наша область не стала исключением. Зарегистрированы 4 лесных пожара на общей площади свыше 300 гектаров в Лельческом, Хонникском и Наравлядском районах. Едва небольших пожаров травы и торфа в Жлобинском и Калинковичском. Вчера в полдень поступило сообщение о возгорании сухой растительности на территории Кировского лесничества возле деревни Красновка Наравлянского района. От лесничьего поступило сообщение о возгорании сухой растительности в Наравлянском районе около деревни Красновка. Незабедлительно прибыли подразделения МЧС и было зафиксировано горение травы, кустарника на общей площади около 5 гектар. По сложившейся оперативной обстановке и изменению ветра была угроза лесу. На ликвидацию данного пожара было задействовано 112 человек, 29 единиц техники. Из них 13 единиц и 34 работника МЧС. В связи с тем, что почти во всех районах Беларуси установился 4-й класс пожарной опасности, Министерство лесного хозяйства предлагает ввести запрет на посещение лесов по всей стране. Ситуация критическая и жители просят с пониманием отнестись к введению такой меры. К другим новостям. В Мозырском районе водитель грузовика въехал в теплотрассу. Спасатели деблокировали водителя. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле деревни Гурины Мозырского района поступило накануне. В салоне авто оказался зажат водитель. Необходима была помощь спасателей. Во время движения грузового автомобиля лопнуло переднее колесо, в результате чего водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на трубопровод. Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшего и передали его бригаде медиков. После осмотра с ушибами он госпитализирован. В Гомеле мужчина похитил чужой велосипед, а когда его обнаружили сотрудники ОМОНа, попытался скрыться, но не вышло. Мобильная группа ОМОНа патрулировала улицы ночью с 21 на 22 апреля в центральном районе Гомеля. Им поступил сигнал, что возле центрального универмага мужчина открыто похитил чужой велосипед. В пути следования на улице Полесской силовики заметили похожего по описанию на похитителя велосипедиста. Увидев милицейский УАЗик, тот попытался скрыться, но попытка закончилась неудачей. Злоумышленником оказался 45-летний житель областного центра. В Гомеле уже несколько дней разыскивают женщину, которая забыла в магазине кошелек. 7 апреля примерно в 14.35 гомельчанка делала покупки в магазине «Домашний» на Интернациональный 42. Уходя из магазина, женщина забыла кошелек. Прошло более двух недель, но владелица кошелька так и не объявилась. К поискам подключились правоохранительные органы. Если вам знакома женщина на фото, просьба сообщить информацию по указанным телефонам. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В группе А чемпионата Беларуси по гонболу среди женских команд состоялись очередные поединки. Фавориты подтвердили свой статус. БНТУ «БелАЗ» был сильнее «Витебчанки» 43-20. Гонбольный клуб «Гомель» на домашнем паркете куда более скромно одолел городничанку. В первом тайме гости еще сопротивлялись, уступив только три мяча, а вот во втором на площадке доминировали хозяйки. За полчаса они позволили гродненской команде забросить лишь трижды. Итоговый счет 31-15 в пользу Гомеля. Напомню, что дружина Томаса Чаттера сейчас возглавляет турнирную таблицу БНТУ, отстает на четыре пункта. В группе «Б» мужского гонбольного чемпионата страны Гомель продолжает борьбу за пятую строку. Накануне Бресте в рамках третьего тура подопечные Сергея Цыганкова обыграли «Скар Гуорм» 34-25. А сегодня были сильнее «Хозяев» БГК-2. В пятницу Гомелю предстоит поединок против молодежной сборной страны. Четвертый заключительный тур чемпионата страны в группе «Б» состоится в Гомеле с 24 по 26 мая. В Ашмянах завтра стартует международный турнир по гандболу на призы олимпийского чемпиона Андрея Барбашинского. Состязаться будут юноши 2004-2005 годов рождения. Команда Гомельской области на групповом этапе сыграет с дружинами из Гродненской области Ашмян, польского Гданьска и молдавского Кишинева. Группу «Б» составили команды столичных РЦОРа, ИСКА, российского Чехова, сборной Одесской области и Латвии. Предварительный этап завершится 28 апреля. На следующий день пройдут стыковые поединки, в которых разыграют итоговые места. В Гомере на стадионе «Луч» состоялась областная спартакиада детско-юношеских спортивных школ по легкой атлетике. Соревнования проходили в двух возрастных категориях. Среди спортсменов в возрасте 14-15 лет в группе А победу одержала команда Гомельской из ДЮШОР профсоюзов СОЖ. На второй строке дружина Гомельской из ДЮШОР БФСО «Динамо» замкнули тройку сильнейших воспитанники Жлобинской ДЮС США. В группе Б места распределились следующим образом. Победила Добружская ДЮС США, на втором месте Ельская, на третьем – Хойникская. В возрастной категории 16-17 лет в группе А общий зачет возглавила Жлобинская ДЮС США. Далее расположились областной центр Олимпийского резерва по легкой атлетике из ДЮШОР профсоюзов СОЖ. В группе Б победили спортсмены из Ельска. Вторыми стали воспитанники Хойникской ДЮС США, третьими – Брагинской спортшколы. Победители областной спартакиады отправятся на республиканские соревнования. В старшей возрастной группе они пройдут с 11 по 13 мая в Бресте. Младшие будут состязаться в Витебске с 22 по 24 мая. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова